Этот турнир состоялся бы в любую погоду, но тихий солнечный день только добавил тепла в футбольный праздник. На стадионе «Металлург» состязались команды ветеранов и действующих сотрудников силовых структур Самарской области. Во-первых, это соревновательность, соответственно, лидерство, плечо каждый чувствует друг друга. А самое главное, впереди цель, правильная, победа. Ну, не обязательно первый, второй, третий, все победители. Сегодня приигравших точно нет, но важно еще другое, что они между собой еще и общаются сегодня, знакомятся, а это потом помогает и в работе, и в жизни. Футбольный турнир «Всегда в память и всегда в строю» посвящен сотрудникам силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей. Впервые он состоялся в 2022 году. Тогда турнир собрал 12 команд со всей области, но на этот раз на поле вышли уже 16. Это команды налоговой службы, ФСБ, МВД, прокуратуры, военного вертолетного училища и другие. Действительно, футбол он объединяет. Сегодня было очень много эмоций, потому что у нас, конечно, для всех нас непростые времена сейчас, сложные. И, конечно, приходя на матчи, общаясь друг с другом уже в такой более неформальной обстановке, то есть люди сплачиваются и, собственно говоря, выплескивают эмоции, получают определенные позитивные эмоции. По накалу страстей турнир не уступал встречам команд высшей футбольной лиги. Свою команду выдвинули и ветераны самарских крыльев советов. Профессионалы высоко оценили подготовку соперников. Я думаю, что они многим профессионалам дадут фору в самоотдаче, в желании выиграть, в борьбе, именно в хорошем смысле слова. Поэтому очень приятно, что такой турнир проводится. По итогам встречи первое место заняла команда спонсора турнира. На втором – областная прокуратура. Третье место отвоевала команда ветеранов крыльев советов. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.